Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал председательство своей страны в ЕС, чтобы фактически остановить переговоры о санкциях в отношении России, пишет политика, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников. Как отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн, Венгрия ставила под угрозу европейскую безопасность. В частности, она критиковала Будапешт за нежелание присоединиться к партнерам по ЕС в оказании поддержки Киеву и за единоличное решение Будапешта укреплять связи с Москвой и Пекином. Мир стал свидетелем зверств российской войны. И все же есть еще те, кто возлагает вину за эту войну не на агрессора, а на жертву, не на Путина. Есть те, кто возлагает вину за эту войну не на жажду власти Путина, а на жажду свободы Украины. Поэтому я хочу спросить их, стали бы они когда-нибудь обвинять венгров в советском вторжении в 1956 году? Уже с 1 января 2025 года Польша примет от Венгрии председательство в ЕС. Государства-члены рассчитывают, что Польша оживит дискуссии по вопросам, которые заблокировала Венгрия, пишет политика. В том числе речь идет о вводе 15-го пакета ограничений в отношении России. Так, Варшава во время своего председательства в ЕС намерена ужесточить контроль над поставками российского топлива, который остается важным источником доходов Кремля. ЕС уже ввел ограничения на российскую нефть и значительно сократил закупки трубопроводного российского газа. Но есть немало лазеек, которыми пользуется Москва. Евросоюзу крайне необходимо пересмотреть свою стратегию санкций, пишет политика, ссылаясь на европейских дипломатов. Инициатива имеет значительную поддержку. Десять стран, включая Францию, Чехию, Швецию, Финляндию и три страны Балтии, опубликовали совместное предупреждение о том, что в ЕС недавно наблюдалось увеличение импорта российского СПГ. Но эти поставщики природного газа пока не идентифицированы должным образом. Польша намерена призывать к более строгой проверке происхождения газа, поступающего в блок. Из публикации «Политика». Как отметил президент Польши, среди приоритетов Варшавы будет и европейская интеграция Украины. По словам Анжея Дуды, Варшава уже ознакомила лидеров стран Евросоюза с планом своего председательства в первой половине 2025 года. Вопросы безопасности, нашей общей поддержки Украины и того, как действовать, чтобы Украина могла быть принята в Европейский Союз, как можно скорее, поднимались неоднократно. Я представил польские приоритеты в предстоящем председательстве Польши в Совете Европейского Союза. 14 декабря 2023 года лидеры стран ЕС приняли политическое решение о старте переговоров с Киевом по евроинтеграции. По данным журналистов Financial Times, после вступления в блок Украина может рассчитывать более чем на 180 миллиардов евро в ЕС в течение 7 лет. А ее интеграция может произойти не раньше 2030 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина может стать членом Евросоюза быстрее, чем ожидается.